Добрый день, уважаемые коллеги. Я являюсь врачом-клиницистом, и вместе с этим я в данной теме в области молекулярной биологии абсолютный дилетант-любитель. Но в рамках своего доклада я попробую вас заинтересовать этой темой, и, возможно, кто-то из вас уже завтра захочет провести какое-то исследование у себя дома. Данную тему доклада навеяло общение с одним из моих коллег Юрой Толкачом. Доктор работает сейчас в Германии и занимается изучением биологии опухоли ракопредстательной железы. В этом году вместе со своими коллегами они выпустили исследование. В рамках этого исследования было изучено результаты 500 случаев секвенирования генома ракопредстательной железы, которые они взяли из международного атласа генома, который находится в абсолютном доступе. И что интересно, в правой части данного слайда приведена клиника патоморфологической характеристики этих пациентов. То есть абсолютно разнообразная характеристика этих пациентов. И они планировали изучить три основных направления в области секвенирования данного генома. То есть влияние на прогноз, влияние на выживаемость и точность диагностики предсказания. Опухолевая либо это ткань, либо это доброкачественное образование. Интересно, что ими было выделено в анализ порядка 17 тысяч генов, из которых в рамках различных сложных статистических тестов наиболее свою достоверность и связь с суммой баллов по глисону показали 8 тысяч генов. Позже эти 8 тысяч генов, они подвергают дальнейшему анализу, связанному опять же с суммой баллов по глисону, со стадий, с числом позитивных лимфатических узлов. В результате выявляются, на слайде это такие голубые точечки. Голубые точечки это наиболее экспрессируемые гены, которые были выявлены по этой базе. И именно на основе этих генов они взяли 9, топ 9 генов, которые показали свою связь с безрецидивной выживаемостью. Как вы видите, достаточно разнонаправленная динамика по влиянию этих генов, то есть разный уровень экспрессии по-разному влияет. Кто-то наоборот ген отвечает за улучшение выживаемости, другой наоборот говорит о том, что у данной группы пациентов будет раннее наступление рецидива. Но если взять все это глобально, то на данный момент с 2005 года у нас есть база секвенированного генома в абсолютном доступе, порядка 30 локализаций, которые мы можем исследовать, в том числе эти гены мы дальше можем использовать для своих анализов. Если более глобально взять, то эта база была основана на основе секвенирования генома, в том числе на секвенирование молекул, которые были извлечены из парафиновых блоков. Именно тех парафиновых блоков, которые хранятся у нас в наших лабораториях. Теперь еще глобальнее представляем. Вспомните свой центр. Сколько в среднем простатектомии у вас выполняется в год на базе вашего отделения? Берем эту цифру. В среднем одна простатектомия дает минимально 10-15 гистологических блоков. Перемножаем эти цифры и получаем объем блоков за 1 год. А если это 2 года, 3 года, 5, 10, 15 лет, то есть у нас колоссальная база материала, которая лежит, и мы ее не изучаем. Сегодня терапевтические области применения, изучения парафиновых блоков, это прежде всего действительно онкология, это гематология, иммуноонкология и сравнительные исследования. Сравнительные исследования в основном направлены на сравнение данных молекулярных структур, то есть это протеины, это РНК, ДНК в здоровой ткани и в опухолевой ткани с целью выделения диагностических маркеров. Первый вопрос, который, соответственно, всплывает, а какого срока хранения можно использовать гистологические блоки? На этот вопрос отвечает исследование из Пенсильвании, 2013 год. Они сравнили уровень экспрессии молекул РНК, ДНК и протеинов у гистологических блоков, которые хранились менее 1 года, и максимальный срок хранения составил 12 лет. То есть это были гистологические блоки от рака легкого, рака щитовидной железы и слюных желез. Статистической достоверной разницы не получено. То есть будете ли вы исследовать тот материал, который у вас получен в этом году, либо через 12 лет, абсолютно никакой разницы нет. Кроме того, что останавливало долгое время исследователей применять изучение данных парафиновых блоков? Формалин. К сожалению, действительно был такой миф, что формалин влияет на структуру молекул, и тем самым в последующем нельзя будет изучать достоверно эти молекулы. На самом деле сейчас поменялись протоколы хранения, точнее фиксации формалини, с учетом того, что в перспективе, допустим, этот блок будет подрегаться анализу, и сейчас стараются патоморфологи гораздо строже следить за тем временем, сколько фиксируется данный материал. По поводу генетики. Самая распространенная мутация гена, которая у всех на слуху, в том числе и у урологов, это мутации в гении БРК1, БРК2. Действительно на слуху. И два исследования по поводу использования парафиновых блоков. Классически, чтобы определить мутацию в данных генах, мы используем анализ крови. Исследователи из Италии, 2016 год, они попытались оценить уровень возможного выделения, точного выделения мутации БРК1, БРК2 на парафиновых блоках рядом тестов, и чувствительность данной методики составила 99,1%. В перспективе, где это можно использовать? Это можно использовать для генетического консультирования в случае семейного рака предстательной железы на скрининге. То есть исследование «Импакт», которое показало, что если взять 2500 здоровых мужчин, обследовать их, они сдают анализ ПСА. Уровень ПСА более 3 нг на мл выделяется в среднем у 200 мужчин. И если произвести геномное секвенирование у этих мужчин, то частота встречаемости БРК1 мутации будет составлять 30%, БРК2 – порядка 30-35% у мужчин, у которых ПСА больше 3 нг на мл. Что это значит? Это значит, что у пациентов, которые имеют мутацию БРК1, БРК2, мы можем рекомендовать более ранний скрининг. Более ранний скрининг сейчас по литературе для таких пациентов – это 40 лет. Раннее лечение более агрессивных опухолей, ну и перспективы – это иммуноонкология. Примечательное исследование из России – это Первый Московский университет, 2017 год. Что они исследовали? Они взяли 17 данные по 17 пациентов из Российской Федерации и сравнили по уровню геномного секвенирования с тем самым атласом международным, с той базой, которая есть в общем доступе. И одна треть пациентов, то есть одна треть секвенированного генома совпадала с международной базой. О чем это говорит? Тут странные математические цифры, логарифмы, это все давно забыто, но тут можно понять следующую вещь. Если логарифм меньше одного, это значит, что большинство секвенированного генома пациентов из России совпадало с геномом тех пациентов, которые находятся в этом атласе. Как это можно применить на нас? То есть даже если у нас нет доступа к секвенированию генома на месте, и мы можем получить доступ к генам, которые находятся в этой базе, эти данные, которые мы получим в ходе этого исследования, мы можем применять на наших пациентов в нашей действительности. По поводу микро-РНК и протеинов. Сегодня много говорили уже о микро-РНК. Я так подзадумалась, а почему действительно мы используем микро-РНК? С чем это связано? С тем, что это такая же молекула, как ДНК. На самом деле очень интересная вещь. 50% генов, которые находятся в микро-РНК, они чаще всего фиксируются в той части микро-РНК, которая подвергается впоследствии мутации. То есть априори, если мы анализируем какую-то часть, какие-то типы микро-РНК, мы можем предположить, что у этого пациента есть опухолевое заболевание. То есть такая долгая взаимосвязь. Сегодня уже выявлено влияние 121 микро-РНК на уровень течения рака предстоятельной железы. И в случае уменьшения экспрессии вероятность того, что процесс будет протекать более агрессивно и составляет от 70 до 80%. Для 375 микро-РНК чуть позже я покажу уже наше исследование. Что касается протеинов, это протеины, самые известные, это простатспецифический антиген, роль хромогранин А уже всем известна в нейроэндокринном раке. Про роль андрогеновых рецепторов это последние статьи 18-19 года, когда на основе уровня андрогеновых рецепторов мы можем назначать антиандрогены нового поколения. Ну и, собственно, наше исследование. Еще одна предпосылка, почему мы решили заняться этой темой. Мы проводили исследование с 2014 года по поводу неодемантной химиогормональной терапии рака простаты высокого риска. Любую неодемантную терапию, основной критерий, который мы можем использовать для оценки ее эффективности, это патоморфоз. Так, на примере рака молочной железы. К сожалению, в отношении рака предстательной железы у нас нет четких протоколов и критериев, по которым мы можем оценивать данный патоморфоз. И поэтому мы стали искать выходы из этой ситуации. Выходом из этой ситуации стало исследование из нашего центра по экспрессии 375 и 574 микро-РНК, как раз таки из тканевого материала. Исследование было проведено на 32 больных, то есть мы взяли 32 биопсийных блока и 32 уже после операционного материала. И попытались на основе ПЦР-анализа в режиме реального времени оценить уровень экспрессии. 375 микро-РНК мы получили два типа экспрессии. Это наоборот на фоне химио-гормональной терапии гиперэкспрессии этой молекулы и гипоэкспрессия. И на основе этого построили скорректированную безрецидивную выживаемость. Как видите, кривые расходятся. И примечательно является следующее, что как раз таки те два пациента, у которых имеется удлинение циклов амплификации, они относились к группе гипоэкспрессии. И именно у этих пациентов раньше медианное наблюдение наступил рецидив. То есть, казалось бы, да, это малый процент людей, но мы можем предсказывать на основе этого, прогнозировать наступление биохимического рецидива. Данные работы, к сожалению, не так все просто. Мы сейчас находимся в ходе все равно патоморфологического анализа. В перспективе планируем к данной работе подсоединить анализ экспрессии второй молекулы 574-й. Зачем все это нужно? Это нужно всего лишь для одной и той цели, чтобы правильно подбирать пациентов для проводимого лечения. В данном случае для формирования таргетной популяции применение режима химиотерапии в доцитоксел 75 мг на метр квадратный. Ну и в заключение хотелось бы сказать следующее, что пройдет каких-то полтора-два года, и кто-то будет дальше дилетантом-любителем, кто-то будет дальше продолжать использовать клинические рекомендации. Но если мы с вами будем неправильно читать гистологические заключения, если мы абсолютно не будем ориентироваться в иммуногистохимических маркерах, которые пришли по результатам гистологического заключения, будем неправильно назначать тесты на геном, к сожалению, через два года мы останемся за бортом современной онкоурологии. На этом у меня все. Спасибо большое. Спасибо, Мария Владимировна. Пожалуйста, вопросы. Желающие в зале появились? Анализировать блоки дома? По-моему, нет. Заразили им. А можно спросить, а вот сейчас, как отбираются пациенты для применения этого режима терапии доцитоксел? На данный момент исследование завершено, то есть у нас есть та база пациентов, которую мы набрали, и я планирую по максимуму проанализировать эту группу. Я имею в виду не то, что вот сейчас разрабатывается новый, микро-НК применяем, а вот до того, если это пока забыть, вот как до сих пор вы выбирали пациентов, которые таким образом лечили? Только на основании клиника патоморфологических данных, то есть это данные, которые у нас есть по НССН и Европейской ассоциации урологов, то есть это классификация на группы риска высокий и очень высокий, то есть на основании этого градирования. То есть таким образом лечились пациенты с высоким риском? В нашей методике это локальное исследование, то есть эта методика не является общепринятой проведением неодюванты химиогормональной терапии. К сожалению, для рака предстоятельной железы высокого и очень высокого риска на сегодняшний день неодюванты терапии нет, ни в каком режиме, ни в химиотерапии, ни в гормональной терапии. И вот эта попытка все-таки улучшить результаты для этих пациентов привела к тому, что я познакомилась с микро-ИРНКом. То есть эта терапия более агрессивна, правильно я понимаю? Да. И она применима для пациентов с большим риском? Да. Спасибо. Спасибо.